Приветствую вас, уважаемые телезрители и телезрительницы. Я неспроста выделяю именно женскую аудиторию, потому что рейс сейчас пойдет по большей части именно про вас. Но и мужчины, не расслабляйтесь. Тема важная. Говорим про феминитивы. Это специальный прием, когда слова, у которых раньше был только мужской род, преобразуют в женский род, используя специальные суффиксы или окончания. Считается, что в массовый обиход этот прием запустили представительницы феминистского движения, те, кто борется за равноправие. Но вопрос, как использование специальных слов помогает уравнять в правах мужчин и женщин. Или вот еще, если я пытаюсь уважить представительницу фемдвижения, называя ее, например, блогеркой, сильно режет слух или выглядит вообще неуважительно. Однако тех, кто за употребление феминитивов, не смущает, если их назовут водительницей или редакторкой. Чаще всего среди апологетов такого речевого оборота молодые девушки, которые прекрасно понимают, что блогерка режет слух. Но уж лучше так, чем продолжать делать вид, что профессии, карьера и успех – это чисто мужское. Ты как журналист будешь писать в будущем, если будешь депутатка такая-то? Да, я постараюсь добиться того, чтобы в редакции мне разрешили. Но это, кстати, очень забавно, потому что я пока не представляю, как это будет происходить. Студентка СФУ, будущая журналистка, возможно, редакторка, Иоланта Балконская считает, что используя феминитивы в речи подчеркивает наличие в профессии именно женщин. Для нее это важно. Идеи фемдвижения она разделяет не слепо. Пока учится, готовит научные работы, связанные с гендерным различием. А потому использует факты, когда аргументирует свою позицию в пользу лоббирования интересов женщин. В Государственной Думе у нас примерно 13-15% женщин, при том, что женщин в России 52%. И как женщины могут представлять свои интересы о репродуктивных правах, например? Потому что интересы, которые защищает Госдума сейчас, это женщина-мать. Но женщины не только матери. Женщины в том числе строят карьеру. Они просто живут и хотят как-то функционировать нормально в обществе. Но никто об этом не задумывается, потому что их нет во власти. Правда, с Аалантой поспорит добрая половина российского интернета. Ведь именно там разворачиваются самые горячие споры о феминитивах. Специалист по массовой коммуникации Василий Дамов не видит связи между тем, как называют людей в профессии, и борьбой за равноправие полов. Я это все время сравниваю с движением Black Lives Matter. То есть я уважаю другие расы. Но для того, чтобы уважать другие расы, мне не обязательно вставать на колено. Я их в принципе уважаю. То есть мне не нужно соблюдать какие-то обряды. Я в этом смысле уважаю права женщин. Я считаю, что женщины имеют равные права с мужчинами. Но когда женщины говорят, нет, вот если ты не называешь меня редакторкой, а называешь редактором, то ты не уважаешь меня. Хочешь уважать, называй редакторкой. Ну то есть это выглядит очень смешно, но мы же понимаем, что когда люди борются не за реальное уважение, а за какие-то символы, я могу говорить редакторка, но не уважать женщин. И могу уважать женщин, но не говорить редакторка. Сообщества филологов за происходящим в нашей речи наблюдают с интересом. Ученые знают, что авторка и врачиха вообще-то не новые слова. Самое интересное, что в 19 веке использовались совершенно нормально. И даже в словарях та же авторка появлялась. Было много форм с вимитивами. Но в советское время как-то эта тенденция сошла на нет. Стали использовать в качестве общего рода мужской. А вот это ощущение генеральша, как жена генерала. То есть это не самостоятельный человек, а ее роль в профессии мужа. Мне кажется, вот это сохранилось. И хорошего врача мы врачихой действительно не называем. Но возможно все не так печально. Суффикс ша хороший, почему бы не сказать блогерша. Почти все, кто феминитивы поддерживают, не тешат себя иллюзиями, что это уравняет в правах мужчину и женщину. Но профсообщество лингвистов считает, что ситуацию нужно использовать, чтобы повысить грамотность россиян. Больше говорить и думать о том, как устроены наши язык и речь. А отторжение к ухорежащим словам называют филологической встряской. Русский язык в его правильном варианте – это, знаешь, такая священная корова, которая воспитывалась, которая в голову нам вбивалась все 11 лет обучения в школе, что орфография – это и есть весь русский язык, вот эта правильность – это и есть весь русский язык. Но на самом деле это ведь не так. Мы сейчас сознательно проживаем то, что ребенок в норме проживает в возрасте от 3 до 5 лет, когда он пытается новые слова изобретать. Мы, взрослые, этот навык утратили абсолютно, а сейчас появилась необходимость опять к этому возвращаться. Но это все общение с теми, кто, так сказать, в теме. А вот если выйти на улицы и спросить прохожих, могут ли они обратиться к депутатке или сделать селфи с блогеркой, то мнения почти едины. Таких профессий нам не надо. Нет, я не использую, потому что мне кажется, что это как-то даже странно звучит в одном моменте. Например, блогерка. Как вообще можно называть таким образом девушку? Отрицательно. Почему? Ну, потому что это коверканье русского языка, в котором есть правила, которые сложились исконно, исторически. А феминитивы не нужны русскому языку. Поп, попадья. Это же издавна шло. Да нет, конечно. Не надо? Не в этом же равные права. Если следовать логике правозащитниц, которые борются за равноправие, депутата как тогда женщину будут называть? Ну, депутат, что это будет жена депутата? Да пусть она себе будет по-мужски депутат. Депутат Соловьева, депутат Иванова. Какая разница-то? Да не в этом суть. Это же ведь только в русском языке есть рода. Да. Ну да, в других-то языках нет. И у них там все спокойно. И они там не борются. Зачем им это нужно? Не боритесь, девчонки, не боритесь. Не в этом главные права наши. Не в этом. Не в окончаниях и не в родах. Феминитивы – это новая этика толерантного мира. По данным исследований «Рамблер», 80% россиян допускают, что диктор, шабанщица, писательница и другие слова приживутся в обществе. Поможет ли это борющимся за равноправие? Покажет время. Только если все это не окажется модным явлением, которые, как правило, скоротечны. Сергей Григорьев, Владимир Антонов. Воскресные новости ТВК.